Сложно представить, как смогли бы современные хозяйки обходиться без такого предмета быта, как утюг. Даже наши далекие предки, в желании иметь красивый и приятный вид, изловчились ухаживать за одеждой при помощи плоского камня. На смену такому способу разглаживания ткани пришел новый, с использованием рубеля и валика. Уже в Средневековье появилась жаровня, принцип работы которой заключался в помещенных в специальный корпус углях. Примеров таких предметов быта в коллекции Олега Зубаря хоть отбавляй. По ним можно проследить эволюцию утюга, причем в разных странах, будь то Египет, Германия или Болгария. За 12 лет в коллекции накопилось более 100 вещей, и это не предел, уверяет брещанин. Когда-то увидел в объявлении в газете «Продается угольный утюг», почему-то вспомнил, что моей бабушке Бодакой на чудаке, поехал купить. Вот с тех времен собираю утюги и с путешествий по всему миру привожу тоже. Самый тяжелый экспонат коллекции весит чуть более 10 килограмм, самый миниатюрный всего 380 грамм. Опережая возникший вопрос о только что виденном, уточним, он не игрушечный, как подумали многие, а вполне себе функциональный утюг, предназначенный специально для разглаживания воротников и манжетов. Здесь есть так называемая душа, которая нагревалась на огне, чугунная, раскалялась до бела, до красна, вставлялась, и таким образом латунный утюг держал очень долго жар, и можно было гладить на протяжении полчаса. Среди экспонатов и этот необычный предмет. Он предназначался для фигурной глажки, фистонов и сборок. Иметь в коллекции столь огромное количество редких экземпляров мог только увлеченный человек. Такое хобби требует терпения, желания и денежных вложений. К слову, перед вами самый дорогой предмет экспозиции. Коллекционеров утюгов называют пресофилистами. От слова пресс все они активно зондируют новости об аукционах, обмениваются или выкупают уникальные вещи у единомышленников. И это лишь один из отопов дела. Следующий заключается в том, чтобы привести в порядок новый экспонат. Остается в ужасном состоянии, потому что ржавое, землистое, нужно все очистить, драйвить специальности. А вы чистите, как вы ухаживаете? Это отдельный процесс. На выставке также были представлены предшественники современных электрических и электронных приборов. Старинные весы, самовары и чайники. Предметы из коллекции Сергея Гриня, дополненные экспонатами фонда «Фортификация Бреста». Существует внутренний рынок коллекционеров. Друг друга знаем, меняемся, кто-то что-то продает. Поэтому такое получается движение предметов внутри. В принципе, я не считаю, что это негативно. Есть, кстати, замечание, что коллекционеры могут продать, могут менять. Но, с другой стороны, вещь живет, пока вещь движется. Каждый год в мире появляются новые технические устройства, которые облегчают наш быт. Оборачиваясь назад, понимаешь, насколько далеко сегодняшнее поколение шагнуло вперед. Прежде чем стать высокотехнологичными, предметы нашего обихода прошли многовековую историю. Открыть для себя ее страницы сможет каждый, кто успеет побывать на выставке.